Вы слушаете чтение Библии. 7 марта. Книга Левит, 26 и 27 главы. Глава 26. Не делайте себе кумиров и извояний, Из столбов не ставьте у себя, И камней с изображениями не кладите в земле вашей, Чтобы кланяться пред ними, ибо я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я, Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, И заповеди мои будете хранить и исполнять их, То я дам вам дожди в свое время, И земля даст произрастения свои, И деревья полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, Собирание винограда будет достигать посева, И будете есть хлеб свой досыта, И будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, Ляжете, и никто вас не обеспокоит, Сгоню лютых зверей с земли вашей, И меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, И падут они пред вами от меча, Пятеро из вас прогонят сто, И сто из вас прогонят тьму, И падут враги ваши пред вами от меча, Призрю вас и благословлю вас, И плодородными сделаю вас, И размножу вас, И буду тверд в завете моем с вами, И будете есть старое прошлогоднее, И выбросите старое ради нового, И поставлю жилище мое среди вас, И душа моя не возгнушается вами, И буду ходить среди вас, И буду вашим Богом, А вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, Чтобы вы не были там рабами, И сокрушил узы ерма вашего, И повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня, И не будете исполнять всех заповедей этих, Если презрите мои постановления, Если душа ваша возгнушается моими законами, Так, что вы не будете исполнять всех заповедей моих, Нарушив завет мой, То и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, От которых истомятся глаза, И измучится душа, И будете сеять семена ваши напрасно, И враги ваши съедят вас. Обращу лицо мое на вас, И падете пред врагами вашими, И будут господствовать над вами неприятели ваши, И побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, То я всемиро увеличу наказание за грехи ваши, И сломлю гордое упорство ваше, И небо ваше сделаю, как железо, И землю вашу, как медь, И напрасно будет истощаться сила ваша, И земля ваша не даст произрастений своих, И деревья земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня, И не захотите слушать меня, То я прибавлю вам ударов всемиро за грехи ваши, Пошлю на вас зверей полевых, Которые лишат вас детей, Истребят скот ваш, И вас уменьшат так, Что опустеют дороги ваши. Если и после этого не исправитесь, И пойдете против меня, То и я в ярости пойду против вас, И поражу вас всемиро за грехи ваши, И наведу на вас мстительный меч В отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, То пошлю на вас язву, И преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, Истреблю у вас. Десять женщин будут печь хлеб ваш В одной печи, И будут отдавать хлеб ваш по весу, Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после этого Не послушаетесь меня И пойдете против меня, То и я в ярости пойду против вас, И накажу вас всемиро за грехи ваши, И будете есть плоть сынов ваших, И плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, И разрушу столбы ваши, И повергнут трупы ваши На обломки идолов ваших, И возгнушается душа моя вани. Города ваши сделаю пустыней, И опустошу святилища ваши, И не буду обонять Приятного благоухания Жертв ваших. Опустошу землю вашу так, Что изумятся ей враги ваши, Поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, И обнажу вслед вас меч, И будет земля ваша пуста, И города ваши разрушены. Тогда удовлетворит тебя земля за субботы свои, Во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, Тогда будет покоиться земля И удовлетворит тебя за субботы свои. Во все дни запустения своего Будет она покоиться, Сколько не покоилась в субботы ваши, Когда вы жили на ней. Оставшимся из вас Пошлю в сердца робость В земле врагов их, И шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг от друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушала с постановлениями моими. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я, Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом, я, Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синаи через Моисея. Глава двадцать седьмая И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть тридцать сиклей. От пяти лет до двадцати оценка твоей мужчине должна быть двадцать сиклей, а женщине десять сиклей. А от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна быть пять сиклей серебра, а женщине оценка твоя – три сикля серебра. От шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать сиклей серебра, а женщине – десять сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его, соразмерно с состоянием давшего обед пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиной, то и она, и замен ее будет святыней. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой и святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева, запосев хомера, ячменя, пятьдесят сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет оставшихся до юбилейного года и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святыней Господу, как бы поле заклятое, священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господнюю. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному, двадцать герр должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то, или мелкий скот Господние они. Если же скот не чистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли скотину, ли поле, ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господняя. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов деревьев принадлежит Господу. Это святыня Господняя. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего, что проходит под посохом пастуха, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать хорошее или то, или худое. И не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!